Хе-хе-хей, всем привет, друзья, с вами Чинашки, и я поздравляю вас с выходом Ultimate Epic Battle Simulator. В общем-то, мы с вами уже его смотрели, даже предвыходное, так сказать, предрелизное состояние. И теперь я предлагаю посмотреть уже после релиза, и начать предлагаю вам с второй карты. Тут добавили еще и третью, я ее даже еще не видел, поэтому обязательно заценим. Ну а сегодня, как насчет обороны города, друзья? Я это еще и в прошлый раз хотел сделать, поэтому давайте попробуем. Итак, кто нам нужен? Кстати, смотрите, тут добавили новых юнитов, обязательно тоже их всех заценим. Во-первых, лучники в размере, ну, например, 20, которые будут держать позицию. Так, нам нужно на каком-нибудь издании, правильно? Ну, например, вот тут. Еще одни лучники, второй отряд, так сказать. Сейчас мы их поставим, арчер, их тоже будет 20 штук. Они тоже должны держать позицию обязательно, не нужно, чтобы они бегали куда-то атаковали. Они будут стоять вот тут. Далее, кто еще нас интересует? Давайте посмотрим других юнитов, кто еще у нас тут есть. Хирус, кто-нибудь добавился? Нет, все, те же двое, я обязательно покажу их вам ближе к концу ролика. Так, здесь тоже никого нового, здесь тоже, ну, блин, ну как так-то, а? О, смотрите, персийцы добавились, это хорошо. А, из фэнтези никого, из животных никого. Ладно, ладно, не проблема, в таком случае будут нападать на нас орки. Орки и, может быть, даже огры. Посмотрим. Ну что, я думаю, что, может быть, сегодня устроим эпик батл. Как насчет 250 орков и 20, например, огров? Давайте сделаем 20 огров. Так, они должны быть, конечно же, в одной команде, тим 2. Это все тим 1, 20 огров, хорошо. Вот так, перемещаем их. И теперь нам нужно сделать нормальную защиту города, потому что, конечно, таким образом они у нас просто отлетят. Давайте сюда поставим, потому что, ну, боюсь, что здание провалится, наши лучники. Так, ну что, кто будет защищать? Давайте попробуем поставить копьеносцев. Их будет 150 штук. Как вам насчет такого? Так, копьеносцы где они? Вот они. Они будут защищать первый самый фланг. Дальше ставим, например, ну, кого-нибудь типа хэви-найтов. Мне тоже нравится этот вариант. Их будет 30. И они будут стоять на следующей позиции. Вот здесь. И последний, 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 последний момент, который я хочу поставить. Это 2 катапульты. 2 всего лишь катапульты, которые будут держать позицию. Вот тут. Давайте попробуем. Давайте посмотрим, что из этого получится. Так, только в тимы надо их распределить опять. Так, раз, два, раз. Все, по-моему, готово. А, даже давайте, наверное, сделаем так. Мне кажется, так будет еще интереснее. Ну что, мы готовы, друзья? Давайте же начнем эту великую битву. Поехали. Итак, друзья, юниты расставлены. Я хочу, кстати, заметить, что FPS как-то менее проседает. Теперь он все еще сходит с ума. Но все намного быстрее и активнее получается. Давайте заценим, что нас ждет здесь. Так, орки на месте. Огры на месте. Готовы штурмовать наш город. Здесь у нас копьеносцы. Смотрите, они прям в ряд стоят. Правда, не знаю, куда они засовывают свои копья. Ну да ладно. Так, лучники тоже. Что насчет катапульта? Они не провалились? Блин, вот катапульты, похоже, провалились в текстуры. Как я и говорил, опасно довольно ставить что-либо вообще на стены, на крыши. Но вот здесь у нас лучники так и остались. Так, и наша, конечно, элита. Вот она. Это вы мои подписчики, я думаю. Такие элитные бойцы. Ну что, готовы сразиться с хейтерами? Погнали? Посмотрим, что из этого получится. О да, темное воинство буквально пошло. Смотрите, уже летят стрелы. Уже летят стрелы. Правда, пока не очень точно, мне кажется. О, поехали, поехали. Смотрите, у нас же есть щиты и копья. Копья более длинные. Они даже почти не подпускают. Ого! Элита тоже побежала, друзья. Вот вы бежите. Вот вы бежите спасать положение. Так, я вижу, что пока что только огры, по сути, могут повлиять на исход битвы. Потому что щитники с копьями более-менее все нормально делают. Так, давайте пока есть возможность. Поможем немного. Это знаете, как была такая игра? Я не помню, как она называлась, правда. Где ты мог вселяться в кого-либо из своих юнитов и делать их еще более сильными. Правда, смотрите, мне кажется, что проседает, проседает наше войско потихоньку. Блин, вот что вы стоите? Эй, подписчики, надо драться. Надо драться за наш город, за наш канал. Смотрите, какие здесь огромные хейтеры. Блин, нужна помощь лучников. Они оттуда тоже стреляют, да? Да, стреляют, стреляют, помогают. Но, блин, слабо получается. Слабо получается у нас все. Все. Похоже, наш город падет сегодня. Но мы это поправим, конечно, это все. Только начало. Мы только тренируемся. Но просто смотрите, сколько орков. Смотрите, сколько орков. Блин, даже грустно на это смотреть. Ну что ж, остается только один выход, я думаю. Нет, его здесь делать нельзя. Блин, и катапульты, к сожалению, не работают. Я боюсь, что они отстрелять не смогут. Боюсь, что не смогут. Давай попробую тоже пострелять немножко. Оп, оп. Буквально по чуть-чуть совсем попадает. Но, блин, столько орков, конечно же, ничего уже не поможет. Эх, что остается? Что остается, друзья? Буквально остается только бежать напролом. Ну-ка. Десант! Все, отъехал. Отъехал, друзья. Ну что ж, я думаю, что... Ну-ка, а так, если... Ага, 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 понятно. В общем, думаю, что это было хорошим уроком для нас. Хорошим уроком. Мы с вами потихоньку будем теперь разбираться в том, какие силы должны быть. И давайте что-нибудь новое замутим. Подождите немножко. Итак, друзья, смотрите, как выглядит наша битва на этот раз. Я решил постараться. Решил буквально испытать судьбу. Итак, что у нас тут есть? У нас тут есть небольшой отряд лучников. У нас тут есть большой отряд копьеносцев. У нас тут есть еще чуть больше отряд вас, моих элитных подписчиков. И, конечно же, теперь хейтеров стало не 300, а 500. Огров я оставил столько же. Но самое главное, самое главное, я сюда внес еще, ну так, символически себя. Вот. Я буду следить за этой битвой, чтобы все было хорошо. И чтобы хейтеры не прорвались в наш город. Поехали. Так. Смотрите, сразу побежали, сразу побежали. Причем это выглядит действительно реалистично. Смотрите, прям напролом. Но вот это, правда, не очень реалистично. Давайте быстрее их заколошмать, чтобы они... Ого! Основная масса туда реально стягивается. Ну-ка давайте на помощь. Сбоку, сбоку заходите. Жесть, как это выглядит. Просто жесть. О, катапульты, смотрите. Катапульты взялись за дело. Летят камни, буквально вламываются в орду. О, боже мой. Ой, вот это жесть. Я буду пытаться с разных сторон подойти. Вижу, что, к сожалению, погибают понемногу наши бойцы. Зато вот здесь все более-менее неплохо обстоит, надо заметить. Так. Ладно, мне кажется, пришла пора. Мне кажется, пришла пора. Я не хочу, чтобы погибали мои бойцы. А чего? А почему? Я хотел вселиться. Ну да ладно. Окей. Окей, не проблема. Я готов подождать. Похоже, что у нас опять некоторые проблемы, друзья. Смотрите, я сейчас повыше взлечу. Да уж, выглядит это не очень хорошо. Конечно, лучники продолжают стрелять и камни продолжают лететь. Но орки стали какие-то невероятно сильные по сравнению с нашими копейщиками. Да, они уже заходят сзади. Они уже заходят сзади. Смотрите, один орк побежал сюда. Давайте, стреляйте, стреляйте. Уже два орка. Алло. Давайте, сражайтесь. Что происходит? Так. Я, кажется, понял, в чем проблема. Давайте выключим Cinematic Mod. И сделаем вот так. Чак Норрис готов вступить. Это патриот Чинацки. Поехали. Поехали. Да, конечно, катапульты продолжают стрелять. Но здесь нужно более весомое оружие пробежать. Он такой мощный, что не может даже протиснуться между катапультами. Да. А смотрите, похоже, что некоторые камни врезаются в здание. Из-за этого некоторые моменты не долетают до наших врагов. Так. Так. Я бегу. Я бегу. Ну что? Давайте разберемся. Давайте разберемся по-нашему. Еееееее. За Чинацки. Поехали. Просто отваливаются. Просто отваливаются. Я хотел вам показать героя. Вот, пожалуйста. Чанг Норрис против целой толпы. Целой толпы орков. Просто беспрекращающе. Надо было еще с вертушки удар внести. Я вообще не знаю, насколько хорошо меня сейчас слышно. Жесть. Он просто разносит. Просто разносит. За один удар уходит где-то, наверное, орков. Ну, где-то 3-4 орка, по-моему. Давайте с ограми тоже разберемся. Так. Меня окружили. Алло. Не-не-не-не-не. Давайте отойдем. Я хочу, чтобы катапульты тоже могли сделать свое дело. Так. Еще и с этой стороны. Жесть. Просто жесть. Как у нас там дела? Ладно. Давайте, наверное, сделаем вот так. И Чанг Норрис сам будет разбираться. Сам будет драться за наш канал. Как жаль, что здесь, конечно, все закончилось таким образом. Но, видимо, копейщики довольно слабы. Элитные бойцы не могли все взять на себя. Здесь только Чак Норрис может сделать свое дело. Да, просто падают. Просто падают. Смотрите. Он как бы стоит, и он один стоит в целой армии. А тут у нас все потихонечку стреляет, стреляет. Правда, вот эти вот катапульты вообще, похоже, не попадают никак. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. В общем, понятно, друзья, как тут все закончится. Вы сами можете это видеть. Чанг Норрис разваливает. По-моему, ограф уже не осталось, да? Да. Ни одного огра. Ни одного огра. Как выглядит в итоге это все с неба? Смотрите. Жесть. Реально жесть. Я думаю, что, может быть, попробовать сделать что-то более массивное. Что-то более такое мощное. И при этом хочу сделать примерно равные возможности. Давайте попробуем. Ну что, друзья, я обещал эпик. И вот, пожалуйста. Как вы думаете, что это такое? Может быть, 8 тысяч муравьев? Нет, друзья. Это у нас, итак, римляне, насколько я понимаю, да? Да, тысяча римлян. Здесь тысяча диких людей. Здесь тысяча персов. Да, вот, смотрите, как дико они выглядят с саблями. И тысяча спартанцев. А это вам не 300 спартанцев, а тысяча. И здесь у нас 4 тысячи зомби. Все с Древней Грецией будут сражаться друг за друга против зомби. Одна единственная цель. Победить и выжить. Погнали? Вот, да. Смотрите, все сразу побежали. Причем зомби рассеиваются, кстати, по-моему, зря. Они решили со всех флангов бить сразу. Хотя, с другой стороны, у них не было другого варианта. Я просто что хочу сказать. Зомби довольно слабые. Но при этом они могут превращать своих врагов в других зомби. И в этом их преимущество. Вполне возможно. Смотрите. Как только умирает кто-то из бойцов, сразу же он восстает в виде зомби. Поэтому они могут очень быстро свое преимущество наращивать. Ох, жесть, жесть. Тут реально разделилось все на 4 битвы. Смотрите. Причем большинство досталось... Да нет, примерно поровну. Примерно поровну. Хотя, смотрите, спартанцы потихоньку выигрывают. А все остальные-то проигрывают. Смотрите, что происходит с персами. Персы проигрывают в чистую. Просто в хлам. Блин, остается... Да, спартанцы побежали на помощь. Спартанцы побежали на помощь. Они развалили зомби уже. Уже развалили. А дикие люди, в принципе, держатся еще. Они даже, по-моему, побеждают. Да, персы, конечно, не оправдали себя, друзья. Просто не оправдали. Спартанцы зато просто выносят. Не зря есть фильм замечательный 300 спартанцев, где они просто уничтожают своих врагов. Действительно, спартанцы дикие. Давайте посмотрим поближе. Вообще, просто разносят. Вот, смотрите, что происходит. В то время, как здесь не осталось ни одного перса. Зомби уже идут в атаку на других фракциях. Что у нас с римлянами? Ну, могу сказать, что они защищаются неплохо, но и атакуют плохо при этом. То есть, они вроде бы не потеряли ничего особо, но при этом... О, боже мой, все персы... Да, все персы стали зомби, и теперь для спартанцев еще больше работы. Но они готовы принять эту работу. Смотрите, что происходит. Они просто уничтожают бывших персов, а теперь зомби. И дикие люди пришли на помощь. Да, они справились. Они справились, посмотрите. Жесть. Вот жесть. Похоже, все-таки люди победят зомби. Что у нас тут? Ага, ага, они тоже помогают. Смотрите, взяли в кольцо оставшихся зомби. И я так понимаю, что здесь остался последний отряд, который, собственно, победил персов. Вот они лежат. Да, персы теперь вот. Так они теперь выглядят. Ну и, собственно, вот таким образом люди побеждают. Люди побеждают. Давайте посмотрим на последних зомби. Да. Да, победили. Победили люди. Конечно, ценой целой фракции, но, тем не менее, друзья, по-моему, это было реально эпично. Реально эпично. Ну что, давайте посмотрим что-нибудь еще, что я могу сделать для вас. Ребят, я тут решил конкретно пожестить. Мне знаете, что интересно? После предыдущей битвы хочу понять, если, например, зомби кусают курицу, что с этим будет происходить? Станет ли это зомби курицей, либо просто курицей, либо зомби зомби курицей? Не знаю, в общем. Но, есть еще и второй вариант, чтобы это было не только интересно, но и эпично. Как вам такой бой? 250 зомби против 50 тысяч куриц. Я предлагаю посмотреть на это, потому что, по-моему, это будет реально интересно. Ну и заодно проверим мою теорию насчет зомби и куриц. В общем, погнали. Боже мой, 50 тысяч куриц. 50 тысяч. И даже не проседает FPS до той степени, чтобы что-то тормозило. Они просто идут и атакуют. Идут и атакуют. Итак, смотрите, правда они довольно медленно это делают, потому что и зомби, и курица медленно. Итак, ну-ка, ну-ка. Смотрите, бьет. И появляется зомби. То есть, из курицы восстает человек-зомби. Что за жесть? Это нечестно, это несправедливо. Ну, я так понимаю, что здесь вряд ли у курицы есть хотя бы малейший шанс. Потому что, смотрите, просто летят перья и сразу же становятся еще на несколько зомби больше. И они уже продолжают размалывать дальше. Я так понимаю, что тут в итоге останется только 50 тысяч 250 зомби. Смотрите, какую волну это идет. Это даже не ускорение времени. То есть, я ничего не нажимал. Они просто... А это как произошло? Смотрите, они просто как-то оказались в центре. Что за жесть? Вообще... Я офигеваю с этого, друзья. Если у вас есть какие-то идеи, если вы хотите, чтобы я запустил какой-то бой кого-то против кого-то, обязательно пишите. Я обязательно попробую, если это будет что-то интересное. Ну, а тут, в принципе, все понятно. Огромная волна зомби уже идет, накатывает дальше. Поэтому давайте я придумаю что-нибудь напоследок. Офигеть. Смотрите, как быстро зомби становится больше. Еще тень такая накрывает их. Аааа, жесть. Просто жесть. Да, солнце прячется, видимо, за гору. Да, спряталось. Аааа, ну что, давайте тогда придумаем что-нибудь еще напоследок. Друзья, ну и напоследок предлагаю они такую эпичную, но довольно интересную карту. Смотрите, у нас здесь тысяча лучников и тысяча солдат второй мировой. Интересно, кто победит, люди с луками или люди с оружием. И также приглашаю всех на стрим по этой игре в воскресенье, друзья. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там всегда будут свежие анонсы. Ну, а сейчас погнали. Жесть. Смотрите, как... О, боже мой. Блин, не знаю, я не знаю, я не вижу стрелы, но я вижу пули. А нет, смотрите, стрелы тоже летят. И тоже падают бойцы. Жесть. Просто стрелы видно не так хорошо, как пули, конечно, но я вижу, что уже второй ряд ложится. Второй ряд ложится. А здесь у нас тоже, тоже. Смотрите, блин, похоже, лучники-то побеждают. Так, сейчас немножко взлечу, подождите. Офигеть. Просто офигеть. Теперь даже стрелы видно намного лучше, чем пули, потому что просто никого не осталось. Смотрите, лучники победили. Да, их положили, четыре ряда почти, но они победили. Офигеть. Это было реально интересно, друзья. Ну, что я могу сказать? Мы, наверное, на сегодня будем заканчивать. Спасибо большое, что досмотрели ролик до конца. Обязательно ставьте лайк, если вам нравится эта игра. Таким образом, она будет выходить чаще. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы хотите увидеть больше роликов. Я буду тому очень рад. Ну и до скорой встречи, мои дорогие друзья. С вами был Ченаски. Я всех обнимаю. И пока-пока.